Слово предоставляется председателю Кинеша Милиферка, доценту Крымского инженерно-педагогического института университета Инверу Кантемир-Умерову. Подготовиться супругнику Евгению. Дорогие соотечественники, крымчане, я хотел бы от лица организаторов данного мероприятия поблагодарить вас всех за то, что вы сегодня пришли сюда поддержать эту общую идею, которую мы ознаменовали как День Республики. Действительно, 92 года прошло с того момента, когда была организована крымская автономия, и за небольшой период своего существования эта форма государственности дала возможность всем людям, живущим в Крыму, почувствовать себя равными среди равных и добиться ощутимых успехов тогда в строительстве социализма. Прошло много времени, и сегодня мы тоже живем в автономной республике. Наша автономия уже 20 лет существует, но мы, к сожалению, не можем сказать, что она в полной мере наполнена нужным содержанием, содержанием национальным, содержанием культурным, содержанием экономическим. Сегодня мы живем в полуразрушенной стране. У нас разрушается не только экономика, предприятия и, так сказать, аграрные наши хозяйства. У нас разрушается образование, у нас разрушается культура. Наша автономная республика, к сожалению, не обладает всеми теми полномочиями, которые она могла бы обладать. Я напоминаю, что год назад на здании этого театра висел большой лозунг партии власти, где было написано, что партия регионов будет решать вопросы увеличения полномочий автономной республики Крым. На сегодняшний день это далеко не происходит. Сегодня мы должны вместе с вами говорить о том, как мы будем жить дальше, какое содержание мы будем вкладывать в понятие республики и какой общий вклад мы сможем внести в это. На сегодняшний день Украина стоит перед выбором, куда же действительно пойдет она налево или направо, то есть в Европу или на восток к нашим братьям. Дело в том, что это решение было принято после долгой раскачки и на сегодняшний день ни население Украины, ни население Крыма, ни автономная республика Крым как государственное образование еще не представляют себе всех трудностей и всех проблем, которые могут при этом возникнуть. Никто с нами не советуется, никто не ставит перед нами какие-то задачи, никто не объясняет, что будет завтра и какой ценой все это будет достигнуто. Я думаю, что мы имеем право на то, чтобы не только знать это, но и участвовать в решении этого вопроса, потому что мы с вами хотим чувствовать себя не людьми второго сорта, а чувствовать себя достойными гражданами достойной республики. Поэтому сегодня, в День Республики, я от имени нас всех, от имени нашей организации призываю всех крымчан в будущем с завтрашнего дня приступить к тому, чтобы объединив наши усилия консолидированно решать вопросы будущего строительства настоящей автономной республики, в которой были бы учтены права всех граждан, всех национальностей, всех сообществ, когда равные среди равных участвовали бы в развитии родной земли. Я сегодня, выступая, хотел бы ознакомить вас с письмом, поступившим в наш адрес. От имени гражданского конституционного конгресса, который организовали сотни общеукраинских организаций, поздравляем всех жителей Крыма, независимо от национальности, с 92-й годовщиной образования Крымской АССР. Сегодня приходит время, когда восстановление исторической справедливости становится залогом стабильности развития государственности и процветания народа. Мы поддерживаем стремление крымских татар, украинцев, представителей других национальностей, к созданию в Крыму настоящей автономии в составе Украины. Мы уверены, что в результаты местных референдумов 1991 года должны в полной мере найти отражение в Конституции Украины и восстановить в правах крымскую и закарпатскую автономии. Будущие конституционные изменения политико-административного устройства страны необходимо привести в соответствие с политическими, историческими, национальными особенностями народов, которые проживают на территории Украины. Мы призываем в этот день выдвинуть единые политические требования к власти и оппозиции, политическим партиям и будущим кандидатам в президенты. Восстановить в рамках Конституции Украины полноценные автономии Крыма и Закарпатия. Создать двухпалатный парламент, где вторая палата будет палатой национальностей и регионов. Запретить приватизацию земли иностранными компаниями. Ввести ресурсную ренту и закрепить ее за каждым гражданином страны для обеспечения и процветания будущих поколений. Восстановить в правах депортированные народы. Объединив наши усилия, мы сможем легитимным и конституционным путем способствовать развитию государственности, сделав реальностью слова Намана Чилибиджихана. А именно, народы Крыма являются прекрасным букетом. И для каждого народа нужны равные права и условия. Юрий Сбитнев, председатель Гражданского Конституционного Конгресса. Спасибо за внимание. Аплодисменты.